Я вам покажу комплекс упражнений, который быстро вам позволит самостоятельно восстановить качество очищения печени, качество восстановления печеночных клеток с целью поддержания пластичности, тонуса и каркасности ваших сосудов. Меня зовут Виктор Владимирович Картаренко, я профессор, доктор медицинских наук, врач-восстановитель медицины. И если вам понравится наш материал, поставьте, пожалуйста, лайк и вам будет счастье, а нам будет удовольствие. Мы уже с вами разобрали проблемы, связанные с причинами, которые вызывают изменения в сосудистой системе и определились с вами коллегиально о том, что ведущую роль в сохранности сосудов, а именно таких фундаментальных их признаков, как пластичность, тонус и каркасность, в первую очередь, зависят от того, как ведет себя наша, ваша человеческая печень. Но в связи с этим я хочу вам сказать, что печень сама по себе является самым молчаливым органом. В том смысле, что могут быть какие-то уже проблемы, могут быть перенесенные заболевания, к сожалению, могут иметь место глистной инвазии, а печень будет молчать. С чем это связано? А это связано с тем, что клетки печени, гепатоциты, самые быстро регенерируемые, самые быстро восстанавливающие. И отсюда, казалось бы, возникает риторический вопрос. А зачем нам лечить печень? А зачем нам чистить печень? А зачем нам определять доклинические, клинические состояния? Если печень сама по себе, как ящерица, восстанавливает свой утраченный хвост, восстанавливает свой резерв. Но следует заметить, что до бесконечности долга это не происходит. И в свое время один из архитекторов сосудистой системы, сэр Хирли, англичанин, заметил, что есть три возраста у печени. Возраст младенчества, грудного вскармливания. Возраст созревания, когда развивается матка, яички. И возраст среднего человека. Или мотыжный возраст, или возраст пишущего человека. То есть, когда усилия физические направлены на какое-то творчество, совершение каких-то действий. Как только нас, человеческие силы, в этом плане, а как правило, мы не до бесконечности чувствуем себя сильными, молодыми. Как только мы начинаем испытывать состояние усталости, значит, у нас сразу функция печени начинает угнетаться. Значит, функция регенерации печени начинает резко сокращаться. А как мы можем предупредить эти состояния? Как мы можем упредить эти состояния? По каким признакам мы можем определить о том, что с нашей печенью не все в порядке, не дожидаясь того, что печень начнет с нами говорить? Два великих немца, два великих немецких доктора, Фирхов и Гис, в свое время, не зная о том, что один и второй занимаются вопросами печени или где-то ловко подозревая или лукаво подозревая об этом, составили симптомы, которые очень четко совпали между собой. И уже потом современники Вирхова и Гиса назвали эти комплексы, назвали эти клинические проявления, так называемым печеночным букетом. Обращаю ваше внимание, что же такое печеночный букет? Сухая хоршевидная ушная сера, звон, шум в правом ухе, боли в правом плече, правом локте, правом лучезапясном суставе, постоянно слезящиеся глаза, желание механическое протереть глаза для улучшения качества зрения. И Вирхов особенно отметил такой общий признак для состояния печени, как хронический вросший ноготь большого пальца правой стопы. Вот таким вот образом два немца, в конце практически 19 века, определились с признаками печени, абсолютно не зная о том, что ровно, практически ровно, такие же признаки были за 50 лет до этого отмечены великим русским врачом Сергеем Петровичем Боткиным, который плюс к этому добавил проблемы с зубами, так называемые темные или черные печеночные зубы, наличие обвисающих щек, наличие красных пятен на лице, которые потом уже доктор Абрахамсон, американец, назвал так называемым ирландскими родовыми пятнами. Я вам покажу сейчас еще одно упражнение, которое очень хорошо стабилизирует состояние печени. Этих упражнений у нас с вами сейчас будет три, а пользуясь случаем, я хочу вам сказать, что когда я вам показывал упражнения, связанные со средними пальцами, со средними пальцами, они направлены не только на улучшение состояния печени, но и на улучшение функции поджелудочной железы. С чем это связано? Улучшение функции печени и поджелудочной железы между собой коллаборируют, между собой компаниствуют, между собой дружат, потому что нездоровая печень рождает нездоровые ферменты, а хорошая, восстанавливаемая, быстро работающая или быстро восстановившаяся печень, очень хорошо поддерживает состояние поджелудочной железы. Теперь о тех упражнениях, которые я вам обещал для улучшения состояния восстановления функции печени. Таких точек, точек у нас пока три. Эта точка козелка, вот она, она парная, то есть есть козелочек у нас правый и есть козелочек у нас слева. Если вы правша, вы начинаете действовать в течение 40 секунд на правый козелок, потом переходите через 40 секунд на, так называемую, на душную точку. Вот она находится. Вам достаточно раковинку приложить к голове, к черепу, вот так вот поставить палец в этом месте и ровно также 40 секунд отработать это место. И третья точка, точка под мочечкой вашего уха. Какой бы формы мочки у вас не было, свободно висящая или подросшая, или вросшая, все равно вы находите крайнюю точку, крайнюю точку роста мочки. В данном случае у меня это вот здесь. Или ровно также 40 секунд мы на нее действуем. Если вы правша, вы отрабатываете правое ухо, если вы левша, вы отрабатываете точки левого уха, а потом меняетесь местами. Вот эти шесть точек в сумме замечательно улучшают качество кровоснабжения. Обращаю ваше внимание, видите, сухая корчевидная ушная сера. Мы улучшаем качество местного кровоснабжения. Абсолютно при этом забывая о том, что именно ухо, качество слуха, качество серы, у нас очень тесно связано с состоянием нашей печени и желчного пузыря. А в этом, в этом случае, если вы левша, отрабатывая, отрабатывая точки левой ушной раковины, мы с вами воздействуем, мы с вами воздействуем по функции, по функции на восстановление печени. Но, обращаю ваше внимание, что поджелудочная железа находится у нас слева. Вот вам загадка третьих пальцев. Почему у нас работает и восстановление печени, и почему это упражнение замечательно у нас работает с точки зрения восстановления поджелудочной железы. Отработали 6 точек, 3 точки здесь, 3 точки здесь. Соедините пальчики между собой, выведите их на середину грудной клетки, на середину грудной клетки. Вот таким вот образом, на расстоянии 10 сантиметров от вашей грудины. Глубоко вдохните, резко выдохните и постарайтесь разорвать в течение 5 секунд печеночно-поджелудочные крючки. Замечательно! Замечательно! О регламенте использования этих точек, о других секретах быстрого восстановления печени, мы с вами поговорим на ближайшем нашем авторском вебинаре-марафоне, который пройдет в субботу и воскресенье. Именно с точки зрения объединения усилий очищения печени и поддержания сосудистой пластичности. О состоянии поджелудочной железы и состояния тонуса. О состоянии каркасности сосудов и, соответственно, о состоянии печени, потому что печень поддерживает выработку коллагена и эластина, без которого каркасность, пластичность и тонус невозможны. А со стороны поджелудочной железы, это качество перевариваемой пищи, качество получения быстрой энергии, качество омолождения ваших митохондрий, которые вам дают энергию с точки зрения, поддержания молодости, движения крови. Меня зовут Виктор Владимирович Картавенко, я профессор, доктор медицинских наук, врач восстановительной медицины. И я с вами подробно вместе с моей женой, коллегой, профессором Картавенко Татьяной Владимировной, остановимся не только на приемах восстановления печени, но и тесной связи их на воздействие таких фундаментальных показателей сосудистой системы, как пластичность, тонус и каркасность. Милости просим на наш вебинар, ссылка под этим видео. Да, дорогие друзья, и очень хотелось бы узнать ваши реакции на шесточек вокруг ушей, на воздействие на печень и на поджелудочную железу. Напишите, пожалуйста, о своих впечатлениях, а мы их подробно разберем и в комментариях, и на встречу с вами в открытом эфире. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!